Смотрите продолжение в следующей серии. Я хочу узнать, я живу вместе со своим любимым, полноценной семьей. Я еще не интерпретация. Моя, как специалистом. Значит, мы смотрим на данный момент две персоны. Одна персона женщина, одна персона мужчина, близкие люди, влюбленные. На данный момент они не женаты. Запрос такой, что хотим посмотреть на эту пару, на их отношения в уже полноценной семье. Правильно? Угу, все. Я, он. Угу. С какой карт хочешь начать? С меня. А, это как по желанию, как ты, по ощущениям? Ну, в себях. Давай. Что, переворачивай? Да, переворачивай. О, это я. Угу. Один в один. А что? Нравится, не нравится? Ну, ничего. Ощущения? Ну, такая. Строгая. Умная. Угу. Серьезная. Угу. Ну, прям я. Угу. А по ощущениям, что она чувствует? Тревогу. Тревогу? По какому поводу? Ну, какая-то не очень улыбчивая. Ну, или серьезная. Ну, такая тревога и серьезность. Угу. Смешная как-то. Угу. Еще что-нибудь? А, фон нравится? Что, черный фон? Да. Ну, тревога, наверное. Тревожная. Черный фон. Ну, что-то мне фон... Фон, конечно, не очень нравится, черный. Угу. Но здесь есть и красный, и зеленый. Зеленый это травка. Угу. Благополучие, как бы жизнь. А красный это тоже вот это, как сказать, яркость. Яркая женщина. Ну, она с румянцем. Угу. Мне так все плохо. Угу. Хорошо, да? То есть, она о чем-то задумалась или что-то тревожится, да? Ну, да. О семье, о будущем. Ну, то есть, вот, да, вот... Не все так гладко, но, как бы, вот, не так весело, но... То есть, вообще ее состояние нормальное. Это просто как-то мелкие какие-то семейные... Ну, как его, женская тревога, чтобы все было хорошо, все было уютно и благополучно. Угу. Угу. А так, в общем, она чувствует себя счастливой, как ты считаешь? Угу. Ну, мне кажется, да. Угу. Не было бы румянца, может быть, и было бы что-то плохо. А так она румяненькая, хорошенькая. Угу. В общем... Ну, не дурочка, не глупая. Вот она серьезная, умная женщина. Угу. Достойна своего возраста и меня. Я прям... То есть, тебе она очень нравится? Ну, я вижу, что это я черненькая, с глазами, с этими... С ушами. Нормально. Нет, мне нравится. Вот, когда только ты обратила внимание на фон, конечно, это может быть что-то и не так. Было бы солнышко, это было бы и с бабочками, это была бы точно я. Угу. А так? Ну, все плохое сзади осталось черное, а в будущем у нас все хорошо. Так, ну, замечательно, очень хорошо. Что еще можешь подсказать по этой карте? Хорошо. Прямо вот сейчас что в голову придет первое? Все будет хорошо. Все. Ну, отлично. Так, ну давай второе. Его смотрим. Так. Что пришло первое в голову? Ну, это он в детстве. Так. Блин. Что такое? Ну, я к тому, что прям офигеть может, что карты вот показывают то, что надо. Нравится, не нравится? Ну, нравится. Это он в детстве. Володьский такие же, носик такой же. Ты мне еще сравниваешь с какой-то фотографией его или что? С ним я сравниваю. А, ну, то есть похож как бы, да? Ну, мне кажется, он похож. Ну, это что? Это символизирует его внутреннее состояние или что? Почему вот именно в такой вот формулы он здесь вышел? В детской? В детской? Угу. Что в душе он еще ребенок? Может быть. Может быть. А как ты по ощущениям, что он чувствует вот на этой карте? Именно вот этот мальчик? Что он добьется. Все еще в жизни впереди и он всего добьется. Опять тоже серьезность, умный взгляд, компа вот. Все хорошо. Угу. Черный фон опять. Наверное, тут видишь проблески такие светленького есть. Плохой, сзади остается. Впереди хороший. Ну, в общем, карта тебе нравится. Да, я когда увидел, что это мужчина. Угу. И похожий на моего мужчину. Как бы вот пионер. Ну, пионер, не пионер. То есть это что? Можно это интерпедировать, как вот это его состояние души? С задумчивостью. Ну, ладно. Или нет, нет. Ты просто с моими ощущениями. Я просто как бы, моя версия. Что имеется в виду, что тут не мужчина, а ребенок? Ну, да. Что он в душе еще как ребенок? Да, да. Почему именно вот такой в виде ребенка он здесь? Ну, если вот на данный момент фактически, то он, во-первых, не ребенок, а взрослый уже прожитый жизнь человек. И не глупый, умный. Почему здесь ребенок? Да, но здесь, заметь, это ваше уже отношение, когда вы живете вместе. Да? Понимаешь разницу? Сейчас вы не в тех отношениях, как тебе хотелось, а здесь вы живете вместе. То есть это состояние тебя, ну, в браке, скажем, или в семейной жизни не важно. Ну, хорошо. Тут я серьезно задумчиваюсь, что тут ухожу. Но, опять же, он тоже тут ребенок, но он тоже думает о будущем, чтобы все было хорошо и правильные, положительные эмоции были. У нас нет такого как бы, как сказать, веселья и пофигизма. Я смотрю на жизнь серьезно, и он тоже смотрит на жизнь серьезно. Угу. А есть какая-то разница между теми, которыми вы сейчас в жизни, вот между вот тобой сегодня и тобой вот завтра, да? Ты же улавливаешь эту разницу? А потом к нему подойдем? Или, может быть, с него иначе? Как ты хочешь? Ну, может быть, она здесь более серьезная по сравнению с как я сейчас. Угу. А здесь, наоборот, он, тут ребенок. Хотя в данный момент он более, ну, фактически он взрослый серьезный человек. Угу. Только вот это разница. Угу. Это хорошей разницы, а мне это как ты считаешь? Мне кажется, это правильная разница. Угу. 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 Угу, да, как он дополняет. Как это? Это минус плюсом. Притягиваются друг к другу. Да, получается. здесь она приобрела те качества которые не хватало которые у него были а у него как раз качество ну да здесь как бы серьезная женщина здесь ребенок и вот они а по жизни нас чуть-чуть наоборот мне кажется я не знаю как мне кажется я вот по жизни немножко моложе чем здесь или как ты со стороны посмотри на нас обоих а здесь наоборот он взрослая а здесь ребенок может как раз это выполняет друг другу что вот они прямо это на нас похожи я в шоке ну это здорово жалко камерами только запись записывающий аудио так ну что то что ты хочешь посмотреть то есть вот те это полностью стоит картина идиллическая как я понимаю но мне устраивает то что выпало то что он и она ну я и он да и внутреннее состояние тебя удовлетворят хорошие мне нравится что вот она серьезно не вот так как вот бывает там фигисты в наш на нас смеются и ха ха хи хи и жизнь проходит а тут как бы серьезная она и он серьезно хоть еще и ребенок он смотрит вперед то что еще столько надо сделать в этой жизни добиться фактически он и добился всего но по жизни лидер все своим трудом добивался добивался вечно что он добился всего так очень хорошо четко еще посмотреть что что между ними будут они вместе жить будут они счастливы они ну и ясно так ну давай тогда вот убери колорас а колораса сейчас вопрос нам надо четко сформировать и правда на похоже на похоже на посмотрим вопрос нам надо один и четки сформировать тоже к этому они относятся но это сейчас мы просмотрели просто портреты посмотрели кто что чувствует а сейчас мы смотрим в принципе посмотрели их на тот момент когда они уже вместе они вместе друг с другом они в браке пусть это мы смотрели да здесь уже есть данность единственно что вот здесь вот вопрос надо задавать четкие дальше да то есть они вместе то есть то ли вопрос хочет и задать такой когда они будут вместе через какой промежуток времени то есть или когда или через какой промежуток времени или посмотреть вот вот сейчас они в браке счастлива а сейчас ты можешь определить вообще вот по их состоянии счастлива они несчастливы смотрят они отдали всего нехорошо они думают или не понятно надо для тебя для этого брать карту чтоб они кажется непонятно счастливы они или несчастливы тебе надо посмотреть отношения да будет счастливый этот брак стоит и как обручаться или нет даже я лежу вместе здесь ну вот и узнать счастливы они тогда да 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 тогда вопрос такой до счастливы или несчастливы вот мне отсюда сейчас надо куда в карту берет росте между ними ставишь весы так весы именно весы да она что это я не знаю это часы часы так веселье часы это оговорка или нет оговорка я часы но это же часы ну да ну песочные часы потихоньку потихоньку будет нарастать наши хорошие отношения они так у нас и нарастают 50 карте нравится чувствую внутренние хорошее сейчас данный момент у меня хорошо бабочки полетели а то что опять ну бывает как бы сейчас скажу опыт и удачи да 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 не черное-белое удача и опыт то есть светлая облачка для удачи прям приятно это облачка то побольше опыт и она вижу прям на этом над моим опытом удачи все таки больше присутствует идет удача когда идет удача отлично отлично очень хорошо так как она относится к этим отлично нравится я все нравится и нравится опять же не бухнули там эти отношения опять они приятно вот постепенно они нарастают нарастают какой-то песочные часы до песочек сыплется свеча жизнь идет и все хорошо все гладко и ровно белое облачко заходит а у него как отношение к этим отношениям он весь задумках он думает как хорошо все сделать чтобы аси не ругалась чтобы не ворчала он весь задумка как и надо мужику но добытчик он добывает а я семью как но если так вот то по одной карте судите несчастлива вот по этой да ты можешь понять у нас вопрос был до счастлива они или нет ну как бы вот это 50 на 50 пока с непонятно да ну да но медленно гладко все идет хорошо своим чередом если было бы солнышко хочу солнышко еще одно достать не смотри по ощущениям нужно тебе хочу хочу давай перед вторую еще вопрос зададим что еще смотрим то как бы просто под первую карту так все мамы хотим и счастливы вот есть под под первую карту дополнение до счастливы они или нет вот мы достали что все нас устраивает потихоньку идет наша жизнь 50 на 50 вот а сейчас мы должны поставить счастливы посмотри на меня и на него кого-нибудь что-то у нас записывается без комментариев так счастливы андрюша так ну что-то дайте каркуш как костный общее ощущение общее андрюш как всегда ревнует нас и не дает нам этого счастье обычно не дает а здесь как написано что не дает или что каркуш что-то ему говорит а кто это как ты думаешь кому кому можно отнести этот голос каркуш или не знаю все судьба сверху он так кто любимый но павлик похож каркуш пускай павлик любимый но каркуша это умная птичка который много живет лет говорит андрюша не влезай в их не отношения не мешай если такой внутренний голос андрюши да или что или че голос но каркуш ему говорит сверху он не влезай если не обращать на андрюшу внимание и жить только нашишь жизнью карту я сдача эта карта тянуется не нравится пиздец а еще поговорим чуть-чуть ну как хочется мне ярких карасок увидеть ну это да что хочется это одно по ощущениям мы говорим четко по карте но я согласна что андрюша как в наши отношения влезает и он очень ревнует он не хочет он не поймет никак что любовь между мужчиной и женщиной это одно а между сыном и отцом это совсем другое он этого не понимает он не хочет то есть это получается мы смотрели отношения на тот момент когда они уже вместе и в тот момент происходит вот как раз с андрюши да все-таки андрюша присутствует и свое бу-бу-бу вставляют не очень радуются что что-то пока я смотри на семья ты по карте еще можешь сказать такого интересного потому что он там в принципе то там сидит то один но сидит один и пахтит один в своей хорошо что что ты чувствуешь на тот момент по отношению вот на карту смотри и прям вот как бы эта карта с этой как сочетается ну я не как его не ругаю его я я жду момента когда он все-таки услышит голос той же сверху каркуши судьбы что не надо ревновать не надо влезать а надо жить и радоваться жизни что папе хорошо папе хорошо что он рядом и все мы счастливы можно ли это сказать это говорила здесь две тучки да есть успеха опыт можно ли это интерпретировать как опыт можно и и и и я опыта набираюсь как себя вести и он все-таки слушает что ему сверху говорят и как надо себя вести а как он реагирует на это на карту что ну а чё ну кажется он слышит ее и прислушивается надеюсь хоть он и не доволен прям вылитая наружу но все равно он же ее не прогоняет ничего он слушает значит он и сделает не сразу но сделает поворчит повредничает но сделает как надо как любимый относится к этой картинке с то что он видит а любимый любимый опять он знает прекрасно андрюшу и знает что надо подождать все будет главное с ним не ссориться конфликт не входить кому он не мне не ему он ты его уже прекрасно что надо просто переждать и все все будет все понятно хочу еще одно вытащить чтобы солнышко было что мы счастливы все хорошо все троем мы счастливы будете ли вы счастливы все втроем да я только мешала не доставала нет я не доставала мешаю да счастливы мы все втроем в браке да а в браке то что мы уже расписаны живем полноценной семьей или не расписано но живем полноценной семьей это надо было уточнить до тугу как сейчас уже уточнить поздно поэтому всегда когда прописываешь ну просто в браке то что мы живем вместе проведем ну полноценной семьей уточнять надо было до тугу как точно ну ничего страшного так значит счастливы мы втроем полноценной семьей вот яркие красочки что нам не надо на лодочке мы вдвоем плывем счастливы все у нас все замечательно плывем в свою деревню в райский уголок так по ощущениям тут Андрей есть? нету нету так счастливы мы втроем в браке мы счастливы вдвоем Андрей уж отдельно от нас будет счастлив нам он здесь не мешает мы плывем мост конечно вот это интересно про мост то что мы то вместе а у Андрюши своя судьба и все правильно он уже взрослый у Андрюши своя судьба у Павлика своя судьба а мы вдвоем мы счастливы тут прямо написано мальчик и девочка Асия Волонзина класса и мы плывем в свой райский уголок где нам очень хорошо в той же самой деревне то есть картинка очень нравится да вот прям яркий домик светлый я хотела солнышко а тут вот тут солнышко тут не мрак ну да очень яркие картинки все несчастливы и хорошо что Андрюша на своей половинке ну у него так и должна быть своя семья что надо быть третья семья абсолютно правильно ему не 5 не 6 лет а ему 20 лет абсолютно верно пускай свою семью заводят с ногами я посижу так и быть мне не сложно так ну что я довольна можешь еще чего вытащить ну если все нормально то не стоит я думаю что да если что-то единственное что ты можешь посмотреть еще когда это будет вот прям сейчас да ну да под это сейчас давай то есть когда а когда вот это напишут там срок что ли да нет срок не напишут ты будешь все равно это будет типа знака какого-то я не знаю как это будет как это выглядит ну прям когда или что-то подожди важно сейчас нам сформулировать правильный вопрос через какой-то промежуток когда это счастье придет подожди подожди секунду то есть или через сколько лет или когда вот определись с двумя вопросами через сколько лет через сколько лет я не знаю в карты это покажет а я не знаю там может быть где какого-то символа или знака для тебя будет как-то знак какой-то может быть что-то какую-то информация для тебя это будет понятно потому что это какой-то символ несет тебе а если я сейчас загадаю когда владимир сделает мне предложение это вот сейчас не подойдет сюда это нет это другое когда он тебе сделал предложение когда вы будете вместе жить это разные вещи здесь вы уже живете здесь вы достигли счастья у вас было от счастья опыт да так если мы живем почему тогда тогда никогда а через сколько через какое время мы будем жить полноценной семьей ну как через какое промежуток времени у нас будут эти отношения то есть и это через какое время время будут у нас такие полноценные ну такие счастливые такие счастливые отношения через какое время у нас будут можно не будет слову нет через какое время Такие счастливые у нас отношения. Да? Через какое время придет это время? Встреча с косталмией. Время. Это произойдет? Это произойдет. Через какое время это счастье произойдет? Очень интересно. Сейчас выйдет в будущую жизнь. Сейчас все программу строишь. Так, через какое время это счастье произойдет? Какая ему первая носа пришла? Когда у людей не критическая смерть, а как она называется? Клиническая смерть. Когда они видят туннель. Когда это время произойдет? Когда он старый будет? Старый, дед еще с палкой. Очень старый. Дед. А это он, ты уверена? По ощущениям? Я не знаю. Я его, ну как бы, я подумал, про него подумал. Ну, подумал, да. То есть первые твои мысли были, это он, да? Да. Что он и один. И это у нас счастье наступит. А куда я делась? А ты тут есть? По ощущениям? Стул один. Он со стула встал и пошел. Ко мне пошел. За мной пошел. Это типа в виде символа, в виде знака. Тебе указывают на время. То есть это вот тогда время. То время, которое это произойдет. Через 10 лет? Через сколько? Через 10 лет. Почему? Кто такой берет на 10 лет? Когда он старый такой будет. Ну, а чего? Блин, пораньше нельзя. Не знаю. Все в вашу руку. Все в его руках. То есть здесь ты думаешь, что именно от него зависит, да? Ну, да. Тут не я диктую правила. Тут он диктует. Ну, что он решит. Он-то как бы... Ну, не по карте, а по разговорам-то. Она говорит, зачем я тебе старый. Все такое. Здесь как раз он старый выходит туда. Светло в будущее. Ко мне. Или от меня. Это интересно. Ну, что там светленькая, это я, это хорошо. Ко мне идет. Через сколько это будет? Наше счастливое время, да? Вот он идет. Через сколько он будет? Два. Два. Две ножки. Палочка. Вот. Пять. Нет, четыре. Через четыре месяца. Почему месяц? Если римская цифра, пять. А если так, то вообще десять. Ну, десять лет, это много. Ну, вот тебе и семьдесят лет. Шестьдесят плюс десять, семьдесят. Все мое. Какие-то странные тебе подсчеты. То месяцы, то и годы. Ну, понятно тебе эта карта или нет? Мне не нравится, что он один, что он старый. И уходит. Можно еще одну. Карту? Да, я не поняла. Хочу, хочу другую. Ну, если не поняла, давай под эту карту. А ты можешь что-нибудь? Или это твое видение? Оно никакого отношения к твоему не будет иметь. Потому что у меня другие понятия, это вообще я не имею права власть. Только твоя. Как я сказала, последний путь, как это? Клиническая смерть, когда? Как называется? Ну, клиническая смерть, да. Нет, а вот они видят свет в туннеле. Свет в конце туннеля. А, если они видят свет в конце туннеля, значит, все хорошо, и человек оживает. Правильно? Ну, перерождение, если так. Если и в эзотерике, получается так, что просто он переходит в другое состояние. Состояние. Это состояние. И по-настоящему, если человек, как бы, вот этот видит, и потом очнется, и говорит, я видел. Ну, и начинает, как бы, жить новую жизнь. Здесь, смотри, другое. Здесь, как бы, физическое старое тело, если брать эзотерическую составляющую, то есть переход из одного состояния души в другое. То есть оболочка тела уходит, ну, то есть она остается, да, вот в этом мире. Мир-то такой не очень хороший, да, внутренний, получается, здесь какое-то разрушение, что-то все валяется, что-то какое-то, да, или насколько оно. Ну, да, да, я согласна с этим. Не очень хорошо, да? Угу. Идет он в светлое будущее. Вот. А потом просто душа, она как бы от этих вот, вот этих всех земных оков освобождается, она все чувствует легкость, умиротворение, счастье. И когда душа отделяется от тела, она летит вверх, домой, как бы, в хорошее состояние. Хорошо, это что получается, в прошлом, как в будущей жизни мы только вместе будем? Я не знаю, ведь я не знаю. Если просто мы с тобой интерпретации немножко разобрали, что происходит при смерти, это как бы выход в ное, другое измерение. Еще хоть что-то, куда это положить? Ну, да куда хочешь, куда тебе прям по ощущениям, куда вот ощущения тянут. Итак, значит, еще вопрос задаю, да, через какое время, то есть это непонятно, карта. Точное время покажите, когда мы вместе счастливые. Может быть, как, по годам? По годам. Год, 10. А как покажут, я не знаю, карты, вот. Я тут хотела цифру увидеть, видишь, я тут римскую цифру увидела, как бы четверку. Но можно тут же ее увидеть, вот, 10, 10 лет. Ты видишь? То, что ты видишь, то ты и видишь. Я не могу тут ничего видеть. Нет, я не имею права. Так, смотри, значит, четкую цифру тебе надо, да? Можно, знаешь, как просто иногда на пальцах. Это будет год, это будет 10 лет, это 5 лет. Это на пальцах можно попробовать. А, не на картах, а на пальцах. Там, я помню, ты что-то притягиваешь, не притягиваешь. Давай еще одну карту. Ну, давай вопрос, что-то введем поставим. Ты хочешь увидеть в карте какой-то знак, символизирующий цифру или что? Не откликайте. Только не надо так с высока. Да откуда же мы с высока, когда мы на уровне ваших коленок? Скучно вам чувствуется. А реклама у нас. Так, так. Так, наш, через кого, год в нашей совместной жизни. Год. Год в нашей совместной жизни. Вот она. Год осталась ждать. Вот одна сижу. Почему? Ну, одна, год. А, одна? И жду. А он ушел. Нет, хорошо, что сначала он... А, вот он идет ко мне. Если бы я сначала эту карту достала, а потом эту, тогда бы он как бы ушел от меня. А тут он ко мне идет, лапочка ты моя любимая. И через год придет. Хорошо. Нет, год, да, вот я одна. То есть одна, это один год. Ну да. Символизирует для тебя. А как я загорала? В каком году? Ну да. У тебя здесь написали 2015. Ой, а, ну да, 15. Где? Ну ты же сказал, через год. Нет. А что, ну год и год, вот год подождем. Так, ну что, нормально? Ну я думаю, да. Все совпадает? Ну да. Вот это мне уже больше нравится. То, что вот он идет как раз ко мне. Если бы было вот так, я бы вытащил, я бы подумала, что он ушел от меня. Да? Ну да. А тут он пришел ко мне. Ну отлично. Что, вся картина сошлась? В каком году мы будем счастливы? Ты не записала, да, какой вопрос будет? Вот сейчас, в каком году? Ну вот, и сколько, в каком году? Вот, год подожди. Тепло, наверное, летом. Ася загорает, сентябрь, вот год. Буду загорать. Да. Ну это кровать, да? Не знаю, что ты видишь. Не море. Ну как бы сидит она, не плавает. Тень, правда, тень, тень. Тень это хорошо или нет? Не знаю, что она тебе навевает, эта тень. Не нравится, не нравится тень? Тень, ну не знаю, тень зелененькая. Ну осень, правильно, было лето, и осень настала. Вот тебе сентябрь, Ася загорает. Год подожди. Ой, как интересно. Приду, а к вам в сентябре следующего года с кольцами. Ну думаю, мы с у нас в фаде погуляем, да. Да, да. Я вам общала. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.